Народные музыки Музыкальный артель Самары-городок возникла как фольклорная группа государственного Волжского народного хора. Озорные профессионалы совместными усилиями создали хлоридный образ городской самарской артерии, подобрав для себя соответствующие сценические костюмы. Широта волжской души, искрометный юмор, неудержимый темперамент и самобытное исполнение каждого произведения – органичные составляющие творчества ансамбля. Истоки создания лежат в нашем государственном Волжском народном хоре. Все выходцы Самары-городка, они выходцы из Волжского государственного народного хора. Когда возникла потребность, необходимость отсоединиться от большой такой тяжелой структуры государственной в легкий мобильный коллектив, чтобы дарить людям радость, ему практически уже пошел 22-й год. Первый основатель Самары-городка Владимир Солнцев, он уже директором был. Он собрал всех ребят, то есть заслуженный артист в России Лидию Брызгалину, Анатолию Когота, Ирину Толкову, нашего танцора знаменитого, лауреата в союзный конкурс, когда еще был Советский Союз настоящего лауреата, Андрея Ануфриева, его супругу Людмилу. И пригласил руководителем художественным Сергея Белова, который сейчас является руководителем где-то ансамбля Волгоградских казаков. Первое время выступали с репертуаром тоже Волжского народного хора. И только с моим приходом, там где-то через, может быть, несколько месяцев, репертуар стал меняться в сторону обращения к публике. к народу, к нашим самарским зрителям. Это был первый коллектив, первый такой самостоятельный коллектив, с оригинальным репертуаром, с таким большим, очень энергетическим всплеском на сцене, то есть никакой формальности не было. И люди просто практически были в восторге. Не только в Самаре, но мы очень быстро стали известны. И в Москве. Сразу поехали на гастроли в Белоруссию. Там даже выступали на первом фестивале Витебской осени. Там, как первый фестиваль Славянского базара, мы были его, к счастью, его участниками. А сейчас уже там такие звезды выступают. Отключительной чертой коллектива является исполнение волжских народных песен, исследование русским традициям и обычаям, которые пользуются неизменным интересам за рубежом. Артистам аплодировали Германия, Франция, Испания, Кипр и ряд стран СНГ. За рубеж попали впервые. И сразу в Германию, и сразу в город миллионеров, где одни виноградники, и каждый житель миллионер. Поэтому было, конечно, от чистоты, от отношений. Даже, вспоминаясь, курьерные случаи, они нас настолько принимали, здорово, что бывали часами спорили, и за пяти минут во сколько там, примерно, в следующий день собираться. Вот эта немецкая педантичность и пунктуальность, она переходила буквально все границы на наших глазах. Впечатлило, конечно, то, что в течение двух часов там полил дождь, буквально ливень полил. И народ практически, ну, может быть, процентов 10 ушло, которые не выдержали этого поливного дождя. Остальные все стояли под открытым небом, на главной площади Штутгарта слушали длительный, огромный концерт. И потом в газетах нам вырезку приносили, там было написано, что «Толь». То есть по-немецки переводится как «Успех, эрфольк, только что вы говорили, там Толь, эрфольк, успех, доходящий там до бешенства, что ли, ну, сводящий с ума». Закрывайте эти ушки! Начинаем песни с ушки! Я так рады, я так рады, чтобы вы раздевали! Да мне кажется, всегда весело работать. Если ты живешь песней, живешь музыкой, то грусть тут просто неуместна. И дарим людям действительно энергетику, радость, бодрость, задор. Хотя радость без грусти тоже не бывает. Иногда нужно все-таки немножко и погрустить. Ну, Куйбыш – это родина. Куйбыш – это родина практически для всех артистов Самары-городка. Я всегда читаю стихи. Хороша у нас Самара, хороши Жигули. Из сего земного шара нет прекраснее земли. А какая здесь природа, Богом данные места? Какие здесь народы, только наций больше ста? А конфеты и в Европе не едал вкуснее конфет. Ешь и ешь, аж слиплась в горле. Вот какой у них букет. Государственный Волжский народный хор был школой многих народных коллективов Куйбышева. Группой артистов хора, военного ансамбля Приво и Кубанского казачьего хора, при поддержке Волжского казачьего гостя, был создан Фонд развития культуры волжских казаков и ансамбль с одноименным названием. Главная задача ансамбля – возрождение, развитие и пропаганда музыкального, танцевального и вокального казачьего творчества. В силу некоторых обстоятельств мы ушли из Волжского хора. Был создан коллектив «Волжские казаки». Мы думали, чем заняться, но в то время возрождалось активно казачество здесь. Начались у них сходы. И решили как бы вот этим заняться. Казаки в итоге это восприняли на ура. Им нужно было тоже, чтобы кто-то как-то в народ нес информацию о их становлении новом. Ну и вот таким образом организовался коллектив. Мы, пойдя очень интересным путем в наше трудное время, и что-то наработав, чего-то добившись, решили показать, просто публике заявить о себе визуально. Потому что о нас много слышат, но нас мало видят. Потому что сейчас очень тяжелое время, и выступать постоянно невозможно, где-то пробиваться. Конечно, как-то было все это ново, потому что не было же до перестройки этих коллективов у нас, которые могли бы вот так работать. У них было нереально просто. Были выступления такие, приезжал «Играй гармонь» Заволокин, ныне покойный. И мы работали на площади вместе со всеми коллективами. По всем нашим дворцам и домам культуры мы отработали тоже. И на многих предприятиях. Так что надо знать, мы довольно быстро стали известными. Мы взяли, естественно, изначально что-то такое из кубанских казаков. Ну, известные вещи. Там, варенички, допустим. А здесь наши авторы начали что-то писать. Ну, Большаков нам написал в частности, Александр, два или три произведения. Ой, мечта какая. Мечта найти в себе силы и попробовать создать что-то еще. И не хочется жаться, пусть денег не так много, хватало бы на жизнь. А чтобы было красиво, чтобы возможности были. Ведь возможности зависят, во-первых, самое главное, от того, кто есть в коллективе и сколько. Какого качества и сколько этого качества, опять же. За почти 20-летнее существование ансамбль дал более полутора тысяч концертов в Самарской губернии, Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежном. Репертуар ансамбля постоянно обновляется, а высокое исполнительское мастерство артистов приносит коллективу заслуженный успех. У ансамбля особый творческий имидж. В декабре 1999 года ансамблю было присвоено звание государственного. В декабре 1999 года ансамблю было присвоено звание государства артистов приносит коллективу заслуженный успех. Для ансамбля «Самарские узоры» колыбелью стал бизнес-клуб «Литер». И вот уже более 20 лет союз единомышленников, объединенный любовью к народной песне, несет эту любовь слушателям. А их у самарских узоров немало. Но главное в судьбе коллектива – культурная жизнь родного города. Мы были очень-очень-очень молодые. Мы, правда, и сейчас молодые и красивые, но тогда мы были очень юные. Мы большей своей частью работали, жили, пели в ансамбле. Тогда был очень тоже известный ансамбль. Кстати говоря, в своей веточке он сохранился и сейчас. «Жигули». Это было при ДК профтехобразования. Ну вот таким образом, вот где-то в 90-х годах мы как бы отсоединились от «Жигулей» и организовали уже свой как бы такой состав. Ну вот он где-то так и образовался в количестве 10 человек. Ну и вот с того момента мы стали самарскими узорами. И вот под этой эгидой через фонд Терешковый, через международный фонд Терешковый, у нас где-то даже здесь вот дипломчик висит, потом с благодарностью как бы к этому фонду и к коллективу, нас отправили через Международный культурный центр на гастроли в Индии. Это очень было большое турне. Мы объездили Индию просто вдоль и поперек, просто с юга на север, запад, на восток. Мы были все, даже прихватили Гималайи. Ну, ну, это была очень интересная поездка. Просто сногсшибательное количество концертов. Притом залы, которые в нашем понимании вообще даже не вмещали, в наше воображение просто не вмещало такое количество людей. Мы организовали с идеей сделать свадьбу, обряд русской свадьбы, который мы бы в Самаре могли демонстрировать, демонстрировать буквально вживую на ребятах, которые женились, там выходили замуж. То есть на парах конкретно, на живых свадьбах. Мы разработали этот обряд свадебный и стали его как бы предлагать. И как бы быстро он набрался, этот репертуар, который мы работали на свадьбе. И самое ценное, что мы его работаем до сих пор. И самое ценное, что эти обряды, они не придуманные. Они не выдуманные где-то там, знаете, каким-то воображением, даже пусть с очень хорошим, они имеют истоки под собой. Ансамбль «Самарский узор» был первым коллективом в городе, который начал возрождать народные обрядовые традиции в свадебном торжестве. Сегодня немало свадеб, благодаря узорам, играется в народном стиле. А значит, любовь к народному искусству будет жить в новых поколениях. Куйбышев в нашем таком восприятии всегда город, который был очень влюблен в песни. Потому что в то время концертов было очень много. С таким успехом всегда нас встречали простые куйбышевцы. Это было всегда так приятно, воспринимать то, что мы не просто так существуем, не просто так занимаемся своим любимым делом, а занимаемся тем, что очень-очень хочется нашим жителям. Волга, Куйбышев, Самара – все в одной цепочке, звенья в душе одной цепи. Если Волга разольется, трудно Волгу переплыть. Если народная музыка живет, это свидетельство любви к ней. Именно любовь к исконным духовным ценностям движет теми, кто исполняет народные песни. Так есть в Самаре, так было и в Куйбышеве. Ведь мы-то помним. Если Волга разольется, трудно Волгу переплыть. Если Волга разольется, трудно Волгу переплыть. Фу ты, сказки!